Минувшая неделя для Константина Затулина стала первой рабочей. Правда, прием граждан депутат Госдумы успел провести еще в избирательном штабе. Обращения, отмечает народный избранник, поступают как индивидуальные, так и затрагивающие интересы сотен сочинцев. С такими зачастую обращаются председатели ТОС. И все же чаще горожане записываются на прием к Затулину с вопросами житейскими. К работе ЖКХ у жителей летней столицы претензии есть всегда. Вот и на этот раз горожане затронули тему общедомовых расходов и нормативов на коммунальные услуги. Депутату Государственной Думы эти проблемы хорошо известны еще в период предвыборной кампании. Константин Затулин создал рабочую группу по проблемам ЖКХ. Проблемы общедомовых расходов в минимальной степени зависят от местных властей, а максимально зависят от правительства России. Поэтому депутат Госдумы имеет выход на правительство, скорее всего не напрямую, а через комитет по делам ЖКХ. И мы предоставили ему материалы, предложения, как можно исправить, что является поводом для взвинчивания этих расценок и все остальное. И абсолютно убеждены, что поскольку это будет передано в комитет ЖКХ, а там специалисты, юристы и технические специалисты по этим проблемам, они хорошо поймут это все и может быть они подготовят как раз поправки в постановлении правительства, чтобы население не страдало. Частично, подчеркивает Затулин, проблемы решаются. Явными становятся ситуации, связанные и с застройкой тоже мамайки. Включился депутат и в решение вопроса строительства школы в этом микрорайоне. На следующей неделе у него запланированы встречи в министерствах образования и строительства страны. Мы продолжаем эпопею с газификацией. Я хочу обратить внимание граждан, особенно в Адлерском районе, где эта работа проходит, что надо им как можно быстрее заниматься оформлением, потому что не вечно будет действовать льгота, которую мы пробили по старым ставкам оплаты подключения газа. Много разных вопросов. При этом есть и маленькие радости, когда дело касается прежних обращений. Надеюсь, что мы частично, по крайней мере, летом снимем проблемы в Лазаревском районе с переходами, которые все время там создавали волнение и протесты. Это улица Калараш. О завершении курортного сезона можно подумать и на перспективу, говорит народный избранник. В ближайшее время в Госдуме начнут обсуждать бюджет. Важный вопрос, продвигать который было обещано в начале предвыборной гонки, это усовершенствование генплана Сочи, напоминает сам депутат. В будущем году фестиваль молодежи и студентов запланирован в Сочи. Неплохо было бы провести конкурс молодых архитекторов «Сочи глазами молодых». С тем, чтобы мы таким образом внесли вклад в вопрос о принятии нового, более совершенного генерального плана развития города. То, что, в общем, я обещал и то, что я хотел бы добиться в срок своего депутатства, это разработка и утверждение нового генерального плана развития города. На следующей неделе Константин Затулин примет участие в работе Комитета по делам СНГ и связям с отечественниками Госдумы. Там депутат затронет вопрос ратификации двух соглашений с Абхазией, в том числе и по военной базе. Ну а каждую последнюю неделю месяца Константин Затулин обещает посвятить работе с избирателями в округе.